так я вас всех приветствую дорогие друзья с вами бирченко ярослав и мы продолжаем наш двухнедельный трехнедельный курс по фондовому рынку сша мы на прошлом занятии с вами в прошлую среду посмотрели на технические индикаторы разобрали немножко фундаментальный анализ также с вами посмотрели как вообще из чего состоится порта портфель также как психология трейдер работает и ежедневные действия трейдера сегодня же у нас для вас что-то особенное сегодня мы разбираем макроэкономические показатели но после этого мы с вами разбираем что такое е т.ф. и т.ф. это exchange traded fund это такой фонд который я вам сейчас чуть позже расскажу об этом дальше мы из этих и т.ф. сможем с вами посмотреть наглядно на графике как себя показывают разные сектора экономики мы с вами разберем эти разные сектора и также перейдем с вами плавно к платформе финвиз где мы с вами вместе посмотрим какие разные там есть технические описания такие финансовые отчеты компании которые наглядно видно нам на сайте и также я вам покажу где вы сможете сами найти финансовые отчеты компании и прочитать их сами там вот также мы разберем немножко эти периоды отчетности и тогда дальше уже мы с вами будем домашнее задание с вами ставить и будем идти дальше в общем я просто хотел показаться на камеру всех вас поприветствовать а извиняюсь что пятничные занятия мы перевели я заболел немножко вот сейчас уже чувствую себя намного лучше возвращаемся к рынках я тогда пойду к своему компьютеру начну демонстрацию экрана и мы весь урок с вами приведем демонстрируя экраны показывая вам те или иные инструменты начнемся заново так и сейчас сделаем демонстрацию экрана надеюсь что все будет гладко идти и после этого так отлично бац демонстрируем экран так видно что здесь ничего не видно так опишитесь пожалуйста денис что вы видите экран и мы с вами будем продолжать дальше все норм замечательно так значит давайте с вами пойдем дальше так макроэкономические показатели давайте сразу с них и начнем значит в макроэкономические показатели у нас входит ряд очень важных событий давайте начнем с самого начала и для чего нам эти события нужны вообще зачем нам нужны эти показатели они нам показывают с внутренней стороны используют цифры что происходит в отдельной части предприятия экономики и в общей экономическом развитии страны какие вещи мы включаем за какими показателями мы следим больше всего это процентная ставка это ввп внутриваловый продукт уровень безработицы розничные продажи промышленное производство инфляция и продажи нового и старого жилья значит давайте найдем с 1 самый важный показателя по процентной ставки значит как где мы ее с вами можем найти вот здесь вот новости ru.investing.com это я всем скину вас по-любому есть это так запутался вот здесь вот мы вещаемся с вебинаре ops вам ссылка и открываем новости экономический календарь и начинаем с вами смотреть значит что мы с этим делаем вот здесь вот фильтр кнопка мы можем найти фильтры нажать и вот здесь вот кнопка очистить мы сбрасываем все страны для нас с вами сегодня важно сша и ее показатели но мы также используя этот сайт можем фондовый рынок любой страны посмотреть и оценить и посмотреть какие будущие показатели можно ожидать от этой страны значит на этом экране мы с вами выбираем сша время для нас не важно но важно категория если мы отдельные какие-то данные с вами ищем то мы с вами выбираем категории если же мы смотрим на общую картину то мы просто все это оставляем пустое то же самое по важности нажимаем кнопочку обновить и вот мы с вами смотрим на сегодня только сегодня сколько есть экономических показателей пусть это вас не пугает потому что вот такие вот показатели как розничный продаж redbook redbook это отдельная организация которая следит за данными в сша есть redbook есть beige book есть blue book значит также непроизводственной сфере от ism индекс тоже особо сильно не влияет на рынок просто эти данные они или взяты каким-то определенным способом или же это малые важные данные мы можем это полностью исключить опять нажав на кнопку фильтры и выбрать 2 и 3 степенной значимости выбираем это с вами и сразу список стал намного меньше намного и чуть более читабельные вот можем на неделю выбрать и посмотреть с вами ввп значит извините процентную ставку вот раз звук у нас сейчас опять заработал вы наверняка в курсе что на следующей неделе в среду у нас будет решение по процентной ставкой и как вы вот здесь вот видите ее будут с 98 и 2 процентной вероятностью повышать на 0,25 базовых пунктов что это значит это значит что во первых рынок уже силу доллара в себе включает то есть мы ожидаем то что уже доллар сильный и в прогноз на будущее это то что процентную ставку в сша будут повышать еще три раза в следующем году это значит что в следующем году будет год роста доллара вот как в этом году вы видели как евро рос весь год и сейчас продолжает свой рост мы прогнозируем в следующем году такой же рост по доллару значит изменение процентной ставки принимается на заседание федерального комитета по открытому рынку решение о величине процентной ставки принимается на основе анализа в процессе определяют уровень кредитной процентной ставки это funds rate и ставки рефинансирования это discount rate расчет ведется в базисных пунктах и 100 пунктов это равняется одному проценту очень все легко и просто следующий показатель который нам важен это ввп это growth domestic product или gdp на английском это валовый внутренний продукт на русском индикатор gdp отражает рыночную стоимость всех товаров и услуг из всех сегментов экономики которые находятся на территории страны вот в какой-то конкретный момент это бывает или кварталы или годовые значения его по праву считают основным показателем экономики сша он отражает состояние экономики и оказывает сильное влияние на фондовые индексы и курс доллара ввп кто и как его рассчитывает давайте сейчас начнем найдем с вами показатель ввп был 26 ноября прошлого месяца так 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 где же у нас было ввп вот в среду а 29 среду 29 у нас выходила ввп сша они показывают рост квартальный 3 и 3 процента в год это достаточно мощный рост ввп для развитой экономики значит ввп это индикатор который в себя включает частное потребление и государственные расходы экспорт и инвестиции все показатели берутся на уровне страны в целом третий момент который нам крайне важен это уровень безработицы есть такой индикатор employment situation он своего рода отчет который ярко описывает положение на рынке труда сша значит этот индикатор он его готовят сотрудники департамента труда сша его основной его основой это данные двух опросов их проводят 12 числа каждого месяца и в первом исследовании участвуют 60 тысяч домашних хозяйств у которых оценивается количество рабочей силы и ставки безработицы вот второй опрос там 40 тысяч предприятий не входящих сельскохозяйственной отрасль здесь проводят оценку занятости количественно работного времени и показатели зарплат указанных платежной ведомости вот в отчете выводят ставку безработицы именно в платежной ведомости сельскохозяйственной сектора и производственной отрасли это отдельно продолжительность рабочей недели вне сельскохозяйственного сектора тоже учитывается, и промышленные отрасли, и средний заработок в час, то есть число рабочей силы в каждой отрасли, а также количество людей на неработающих, но готовых работать. Мы эти данные с вами здесь чисто можем выбрать, используя фильтр. Данные по занятости мы выбираем категории, обновляем. И вот у нас на эту неделю выходит ADP, это показатели до нонфарм пейролла. Нонфарм – это заработная плата вне сельскохозяйственном секторе. У нас это выходит, извините, не плата, а изменение числа занятых. Это у нас выходит в эту пятницу. Не произошло в прошлую пятницу, потому что в прошлой пятнице было первое число месяца, и не было достаточно времени, чтобы подготовить этот отчет. Поэтому мы заранее в календаре видели, что нонфарм в этом месяце в декабре 2017 года будет во вторую пятницу месяца. В этом месяце у нас пятница 5. Четвертый важный показатель для нас – это розничные продажи. Розничные продажи – это базовый индекс, он называется retail sales на английском языке. Влияние этого индикатора на американские рынки значительное. В США он является основным, то есть сама страна является основным потребителем импорта в мире. Этот индекс, он описывает не только продажу, но и компоненту занятости и производства на текущий момент. Давайте сейчас вам найдем пример розничных продаж. Вообще, как и кто рассчитывает этот индикатор? Расчет индикатора осуществляет бюро переписи населения США. Туда включают и структуру департамента торговли. В отчете подсчитывают общую выручку от продаж, проведенных в розничном сегменте. Особое место при подсчете занимает розничная продажа потребительских товаров, так как она показывает, будет, так как она показатель, вот, она занимает примерно две трети от ВВП США. Изменение индекса выражается в процентах и часто изменяется не только рост и снижение, но еще и спрос на товары, вот, но еще и рост и снижение на товары и горючее, вот, что не менее важно. 14 декабря у нас будет объем розничных продаж. Вот, вот здесь вот в фильтрах можно просто найти тот показатель, который вы ищете. Следующее это промышленное производство. Значит, промышленное производство на английском языке будет industrial production. Этот индикатор отражает изменения, наблюдаемые в объемах промышленного производства в США и в таких отраслях, как горнодобывающая отрасль, обрабатывающая, электрическая, газовая. Все это с учетом инфляции. Кто и как рассчитывает промышленное производство? Расчет индикатора осуществляет бюро трудовой статистики и торговыми ассоциациями США. Да, каждый индекс в отчете выводит по формуле шифера. Я вам сейчас эту формулу не буду описывать, вы можете ее загуглить. Она очень популярная, формула экономическая. Изменения каждого из индексов рассматривают как объем или спад в конкретном секторе промышленности. Следующий у нас объем промышленного производства будет 15 декабря. Шестой крайне важный момент – это будет инфляция. Инфляция еще идет под именем индекс потребительских цен. Это финансовый индикатор, который уже давно стал мерилом уровня инфляции. То есть при этом его стоит считать наиболее значимым среди прочих ценовых индексов. Так как он позволяет наблюдать динамику средних изменений цен на товары и включает потребительскую корзину за конкретный период. Вообще что такое ИПЦ? В США растет ИПЦ расчет, осуществляет Бюро статистики труда. При анализе индекса всегда проводится соотношение текущей стоимости производственной корзины с конкретными наборами товаров и аналогично рассчитанной по ценам актуальной в прошлом периоде. Конкретнее о расчете – это берется сумма производственных цен текущего года на выпуск базового года и делится на сумму произведения уровня цен и выпуска базисного года. При этом результат умножают на 100%. Седьмой важный момент макроэкономический, который мы должны учитывать – это данные по рынку жилья. Здесь несколько этих показателей будет, мы все с вами их сейчас быстренько опишем. Вот у нас есть продажи нового жилья, продажи на вторичном рынке жилья. Очень много различных показателей. Сейчас я проверю, вопросов нет. Значит, продажи на вторичном рынке США. Это индекс числа проданных домов, предоставляющий вторичный рынок жилья. Этот индикатор дополняет отчеты Housing Starts, индекс жилищного строительства и New Home Sales. Так, где здесь индекс жилья строительства? В общем, индикатор вторичного рынка жилья, он делает картину строительства более полной и понятной для трейдеров. Мы с вами сегодня дальше посмотрим на ETF домостроителей. Вы можете использовать вот эти экономические показатели, чтобы помогать вам выбирать ту или иную компанию, тот или иной сегмент. А что такое продажи? Кто вообще рассчитывает продажи на вторичном рынке? Этот расчет осуществляет Национальная ассоциация риелторов. Такая ассоциация существует. Данные для отчета собираются на уровне каждого штата отдельно и выводят это потом на национальный уровень. При расчете сравнивается число проданных домов в прошлом месяце с числом домов, проданных в текущем месяце. Полученный показатель переводят в годовой формат, умножая его на 12. Есть еще такой показатель, как Housing Starts. Так, где же у нас Housing Starts? Индекс, это будет индекс, композитный индекс, наверное. Нет, это не тот. В общем, давайте перейдем к продажу нового жилья. Продажа нового жилья. Это индекс количества проданных или выставленных на продажу новых домов. Это очень важно. Также, еще которое жилье не продано, но висит на продаже, оно тоже входит в New Home Sales или продажи нового жилья. Этот индикатор может оказывать влияние на фондовый рынок и рынок облигаций, особенно после 2007 года. Этот индикатор начал пользоваться, широко пользоваться. И многие из граждан были лишены от своих прав после 2007 года, после того, как у них вот этот кризис недвижимости произошел, где покупали и перепродавали кредитование на жилье. Значит, этот индекс рассчитывает Бюро переписи населения США. Они выводят индикатор на основании данных о количестве выставленных на продажу новых домов, собираемых как по штатам, так и на национальном уровне. При расчете по этому пункту сравнивают показатели прошлого месяца и текущего. В результате выводят на годовой остаток, как мы уже с вами сказали. Также индекс несет в себе дополнительные статистические данные, включая средние цены на жилье и количество незавершенного строительства. Вот. Восьмой пункт, который очень важен, о котором я вам хотел рассказать сегодня, это будет, наверное, последний наш пункт. Это базовые заказы на товары длительного пользования. Они идут совместно с индикатором по строительству, извините, по продаже новых домов. Почему? Потому что каждый новый дом… А, я вам забыл сказать значимость продаж домов. Каждый раз, когда приобретается новый дом, скорее всего, даже если это со вторичного рынка, скорее всего, вы туда покупаете свое оборудование и замещаете старое. Заказы на товары длительного пользования – это индекс таких товаров, как холодильник, микроволновная печа, обогреватель какой-то внутри дома. Ну, вот такого рода электроники – это все входит в товары длительного пользования. Их… Вообще, это любые товары, которые можно использовать больше трех лет. То есть почти вся электроника и бытовая техника, автомобили, самолеты – это все товары длительного пользования. Этот индикатор, вот здесь вот, его стоит считать базовым, так как через неделю выходит индекс приобретения товаров длительного пользования. И при расчете индекса сравнивают общий объем новых заказов, сделанных в прошлом месяце, с объемом новых заказов, сделанных в текущем месяце. То есть, как вы видите, все эти данные, они истекают из месяца в месяц для того, чтобы любое отклонение, сильное от нормы, было резко замечено. И когда мы видим и сравниваем месячные показатели в одной сфере, то очень легко увидеть, где переломный момент произошел и где двигается тенденция в другом направлении. Вот почему это все именно вот так вот рассматривается. Значит, домашнее задание было, чтобы вы нашли какие-то компании и на них сделали такой базовый ресерч, чтобы вы нашли пару моментов, в которых вам бы хотелось инвестировать и которые вы могли потом обсудить. Денис, у вас есть сейчас пару акций или компаний, которые вам интересны, которые вы нашли, о которых вы подумали? Потому что я хотел помочь делать качественный фундаментальный анализ и с вами разбирать именно то, что вы сделали. Денис, вы с нами? А, вы отсутствовали на первом занятии. Смотрите, запись для вас доступна будет однозначно. Я тогда попрошу, сейчас себе запишу, чтобы вам прислали запись с первых двух занятий. У нас уже было два занятия, в которые очень много фундаментов входило. Там технический анализ, что такое фондовый рынок, его история и так далее. Так, прислать Денису два занятия. Вы знаете, это был такой хороший фундамент. А, на втором были, первое занятие, да? Первое занятие. Там было достаточно много информации. Я старался в спешке передать людям как можно больше. Вы можете одним глазом просмотреть. Там вот базовые такие понятия, что такое свечка, что такое spread overnight, что такое индекс, как это все работает, вот такого рода. Это обязательно вам пришлю, Денис. Вот, давайте сейчас продолжим. Дальше, сектор экономики. Хорошо. Вот, прежде чем, как, ну, наверное, это все вместе сделаем. Давайте теперь мы с вами перейдем вот здесь. Вот есть. Вы на Macintosh? Скажите, вы на Windows или на Macintosh? Денис. На Apple. Почему я спрашиваю? Мне сейчас нужно будет вам демонстрировать. Отлично. Смотрите, значит, что вам нужно делать? Вот, сейчас нажимаете вот это вот окошко. Здесь пишите английскими буквами Internet. Вот, можно две буквы IN написать, и вам выйдет вот такое вот классическое приложение Internet Explorer. На него надо нажать. На него мы нажимаем, и у нас тут хоп-с-ля-ля, и пыляется вот такая вот штука. Новый браузер. Вы, как я понимаю, уже знакомы с разными браузерами, уже пробовали, даже cookies очищали. Поэтому вы с компьютером на «ты», что очень хорошо и пригодится вам в этой индустрии. Значит, сайт, который нам нужен здесь, он будет freestockcharts.com. Значит, чтобы здесь посмотреть бесплатные графики, вам надо будет обновить, обновить Blue Light. Как оно там называется? Ну, микрософтское это приложение. Silver Light, Silver Light, извините. Silver Light. Значит, надо будет быстро сделать апдейт в программе Silver Light. Я пока болтаю немножко, вы сможете это все сделать. Пожалуйста, быстренько сделайте все, что нужно, чтобы потом вы могли использовать вот эту бесплатную версию freestockcharts. Значит, после того, как вы установите Silver Light, закройте браузер, обратно он начнет работать, вы сможете вот run free version или run premium version. Значит, зачем нам это надо? Здесь очень легко сравнивать разные ETF страны. Значит, что такое ETF и в чем его преимущество? ETF – это один из самых популярных инструментов в мире, но практически неизвестный в России. Аббревиатура расшифровывается как Exchange Traded Fund, по-русски это торгуемый на бирже фонд. Вот, я пока вас подожду, пока у вас это все готовится. Значит, название полностью отражает суть. Торгуемый на бирже фонд. Это готовый портфель акций или других активов. Это может быть золото, это может быть криптовалюты. К примеру, фонд может включать акции компании медицинского сектора или бумаги крупнейших корпораций Германии. Благодаря такой структуре инвестор с легкостью может вложить в целый сектор, купив всего одну акцию, соответствующую ETF. Нет необходимости самостоятельно формировать портфель, покупать акции разных компаний по отдельности. За вас это сделали профессионалы. Это позволяет экономить на брокерской комиссии и не тратить время на регулярный пересмотр состав портфеля. По своей сути, ETF похож на знакомый российский инвестором PIF – паевый инвестиционный фонд, но обладает рядом преимуществ. Большинство фондов повторяют динамику общепризненных индексов, а значит нет необходимости активного управления портфеля. Благодаря этому удается сохранить низкую комиссию за управление. Обычно она не превышает 1%. Значит, вообще зачем эти сектора существуют, то есть не сектора, а ETF, и зачем они нам нужны? Они снимают, а, с нас ответственность за то, что мы неправильно диверсифицировали портфель. Опять, если мы инвесторы на долгий срок, то надо иметь одну акцию из каждого сектора, ну это в идеале, чтобы можно было наслаждаться такой… Экономика растет, компании растут, и ваш портфель растет тоже. Вот. В дальнейшем мы вас учим более специфицировать… Утончать свой выбор и выбирать сектора, которые вам сейчас покажут наибольший результат, и мы с вами это сейчас будем делать. Почему я вас просил открыть Freestock Charts? Потому что здесь у вас выйдет вот такой вот график. Мы сейчас с вами будем разбирать, как его настраивать. Значит, Денис, поставьте, пожалуйста, плюсики, если у вас все получилось настроить, и вы смогли это открыть в Freestock Charts, и мы с вами можем продолжить. Дальше я буду показывать вам всякие фишки на этом терминале. Так, пока еще устанавливается, есть возможность… Ну давайте я тогда еще подожду минуточку. Было домашнее задание, помимо того, что выбрать акцию или компанию, о которой вам бы хотелось рассказать, еще было задание, ну это как ежедневное действие трейдера, что вы смотрите за золотом, за нефтью и S&P 500 каждый день. Скажите, Денис, это происходит? Вы проверяете на дневном графике каждый день закрытие свечки? Можно даже не закрыть, а перед сном просто посмотреть на эти графики. Зачем это делать? Чтобы вы приучали себя к тому, что вы смотрите и интересуетесь рынками каждый день. И не только то, что вам удобно и то, что хочется, а именно то, что надо, то, что даст вам хороший взгляд и картину на мир. Если бы мы следили за S&P 500, мы замечаем сейчас, как рынок акций некое падение, некую коррекцию переживает. Предпосылов на панику нету. И вообще исторический декабрь – это один из самых стабильных месяцев на рост. Рост не астрономический, но тем не менее он бывает очень хороший. Рост в декабре обусловлен тем, что все покупают подарки по всему миру своим близким. И эти продажи напрямую влияют на доходность всех компаний. Особенно резких телодвижений перед Новым Годом нету. Особо много данных не выходит перед Новым Годом. Поэтому исключительно, когда какой-то катаклизм или форс-мажор, исключительно такие ситуации влияют на работу компании. Но обычно в декабре всегда все хорошо. Поэтому это очень хороший период. Вы выбрали начинать быть инвесторами. Поэтому я вас еще раз попрошу, посмотрите одну компанию. Просто любую выберите, которая вам интересна. И мы ее с вами разберем на следующем занятии. Для чего это надо? Чтобы вы могли посмотреть, какова финансовое положение компании. Мы ее с вами посмотрим, как найти на сайте SEC. Это организация, которая следит за финансовыми рынками в США. И для того, чтобы мы могли с вами правильно поставить ваш взгляд. Давайте сейчас перейдем к ETF. Я вот до этого хотел вам прочитать цитату тут одну очень интересную. Как инвестор вы должны главенствовать в окружающей вас интеллектуальной среде. И не позволять внешнему миру управлять вами. Очень важно иметь свое мнение. Давайте закончим. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что вы выбираете тех компаний, с кем вам стоит общаться. И не находитесь во власти других. Что это значит? Что любое исследование рыночное, которое вы проводите, вы должны делать сами. Вы должны с опытом, только опытом, вы научите себя понимать и правильно оценивать компании. Когда вы читаете просто аналитический взгляд или верите человеку или аналитику на слово, вы просто доверяете тому человеку, что он сделал все возможно, что от него требуется, чтобы правильную информацию откопать. Вы знаете, кто так делает? Только тот человек, который торгует на свои деньги. Вот я торгую на свои деньги. Поэтому прежде чем войти в позицию, я неделями, неделями читаю о компании, выискиваю все. И верю не одному аналитику, а целому ряду людей, которым я доверяю, которых я проверил заранее. И которых я знаю, что потом они показывают хорошую динамику. Это если вы доверяете другим людям. Но очень важно еще делать свой какой-то анализ, чтобы иметь свою информацию, чтобы сопоставить их советы вместе со своими. Вот. И давайте перейдем в ETF. Что такое ETF? Есть такая компания финансовая, называется Spider. Они на Wall Street находятся. Они управляющая компания, которая плавно перешли от стандартного управления денег в ETF-фонд. И они продают свой ETF-фонд по всему миру. У них их несколько. И вот самый горячий, самый интересный из этих фондов. Значит, первое – это XLE. Это тикер. Вот это первое значение – это тикер. А сзади – это описывающий формат этого сектора. Я это сейчас сделаю картинку побольше. Вы ее заскриншотите себе. И сделайте скриншот. И себе потом уже сможете это на компьютере сохранить. Я вот эту ссылку сейчас вам скопирую и скину в чат. На этой ссылке вы найдете огромный список ETF-фонд. К сожалению, он на английском языке. Я ничего похожего на русском не нашел. Но есть на Google, на Chrome такая замечательная штука, как перевод. Давайте с вами посмотрим, как этот перевод будет работать, прежде чем, как я вам дам инструмент в руки. Хочу удостовериться, что все работает. Замечательно. Короче, из-за того, что мы вещания ведем, сейчас я не могу вам перевести Google, но мы это обязательно с вами сделаем. Так, где-то F-ки я вам кинул. Давайте начнем с самого первого. Значит, XLE – это ETF энергетического сектора. Туда входят все гиганты американской нефтегазовой отрасли, такие как Exxon, Mobile Shell и так далее. И этот сектор надо покупать совместно с тем, как растет нефть. Например, на данном моменте, когда нефть на самом высоком положении за весь год и ожидается коррекционный откат глубокий назад, я бы не рекомендовал это покупать. Но держите свой глаз на нефть, и когда вы видите вот этот разворот, то ваше терпение и ваше ежедневное упорство в этом поможет вам правильно выбрать момент, когда покупать этот сектор. Значит, XLI – это промышленный сектор, XLV – это сектор здравоохранения, и это относится чисто к здравоохранению, то есть это все у них платные клиники, стоматологи и так далее. XLK – это технологический сектор, вот это вот наиболее из важных. Также XLF – это финансовый сектор. Здесь все наши фонды, банки и страховые компании. Значит, это очень мощный сектор, на котором тоже стоит присматриваться. И XLP есть, это потребительский сектор. Его надо понимать разницу между XLP и XRT. Это сектор ритейла. Сектор ритейла – это именно такие сети, как Walmart, Kmart, кто у нас еще в Америке, Lowe's, Home Depot. То есть это все компании, которые розничную продажу продуктов и покупок других. А потребительский сектор – это товары первой нужды, первой необходимости. Почему я этот индекс сюда включил, чтобы вы о нем знали? Пожалуйста, подметьте себе, что XLP используется как хеджирующий инструмент во время кризиса. Потому что во время кризиса все равно все люди пользуются товарами первой необходимости. И поэтому XLP всегда надо включать в свой рынок во время финансовых каких-то трудностей, глобальных рынков. То есть свои деньги можно вливать или в золото, или в рынок, или в ETF XLP, или в японскую иену. Почему? Потому что эти активы, они сохраняют свою стоимость, и такие же умные инвесторы, как мы с вами, они туда скапливают свои деньги. Есть такие отдельные акции, как Coca-Cola и McDonald's. Эти две акции, не только даже еще Johnson & Johnson, показывали рост во время того, как весь рынок падал в 2008-2009 году. Ну, уже в 2009 коррекция пошла вверх. А в 2008 году McDonald's и Coca-Cola показывали рост. Поэтому если вы инвестировали свои деньги во время кризиса в эти бумаги, вы бы еще получили и дивиденды, и доходы к своим вложениям. Очень важный момент, надо это помнить. Следующий ETF, это у нас XLU, это коммунальные услуги, вода, электричество и так далее. XLB, это сектор материалов, это полезные ископаемые, это все, что торгуется на товарной бирже. То есть это можно себе поставить, как товарная биржа. Медь, другие полезные ископаемые, железная руда и так далее. XBI, наиболее важный сектор, это сектор биотехнологии. Это все ваши прорывные медицинские технологии, связанные с лечением там рака, спида. Все вот такие вот биотехнологические прорывы, это все можно найти в секторе биотех, и в ETF, XBI. Есть еще XLRE, это сектор недвижимости. Почему я его упомянул? Потому что когда идет бум и заселение какой-то страны, то очень важно, извините, какого-то региона, очень важно покупать себе акции этого сектора, потому что они достаточно хорошо диверсифицированы, и нам и удобно, и выгодно инвестировать так. И XRT, как мы уже с вами упомянули, это сектор ритейла. Вот в этой базе данных вы сможете найти полный список 200, извините, 447, 436 ETF по секторам, которые торгуются в Соединенных Штатах. Так, это я уже вам прислал. Ну что ж, давайте с вами посмотрим, как это все выглядит в деле. Я надеюсь, у вас уже подключилась терминал. Вот этот вот. И что мы с вами делаем? Значит, первым делом нам надо с вами сделать его красивым, терминал. Мы вот здесь вот нажимаем Settings и идем в Properties. Я люблю все в черном цвете, чтобы мои глаза не перенапрягались. Вы можете здесь поменять цвет и поменять из какого в какой цвет он переливается. Также полоски. Ну, вы с этими моментами можете разобраться. Я знаю, что вы хорошо дружите с компьютером. Я вот эти детали маленькие не буду описывать. Но зато я вам покажу, как сравнивать разные у нас... А, вот это еще важный момент. Значит, смотрите, в Settings Plot Style – это как мы будем с вами график рассматривать. Мы сейчас это поменяем на линейный график, просто потому что мы будем сейчас несколько линейных графиков с вами рассматривать. Но здесь очень важно иметь свою цветовую гамму, которая вам нравится. И вот эти вот два чек-марка. Значит, показывать предыдущий... Закрытие предыдущего дня – это очень важно. Вот такая полосочка на графике. Я ее сейчас отключил, потому что мы для других намерений используем этот график. Вот. И Calculate Scale from Price Only. Это значит рассчитывать диапазон по ценовым категориям. Это вам надо, если вы хотите, чтобы цена себя вела как карта открытая или как... Знаете, как в MetaTrader это все сплющивается в одно. Вот здесь нажмем на клавишу Comparisons, и здесь мы с вами выбираем инструменты. Значит, я забыл показать вам предыдущий слайд. Какие у нас самые важные ETF? Вам надо это записать. Это XLK – технологический сектор, XLF – финансовый сектор, и XBI. Это у нас биотехнологический. Помимо этого мы с вами включим еще несколькие другие сектора, чтобы мы с вами могли оценить вообще здоровье и перспективу каждого отдельного сектора и с вами выбрать уже инвестиционную стратегию, исходя из этого. Какие здесь нам важно знать? XLE с вами берем в расчет. XLI берем в расчет. XLU важно включить здесь. И XRT. XLI как retail. XLI. Так, это все сделали. Так, и здесь с вами мы их вводим. Значит, первое, важное, зачем мы следим, это XLK – технологический сектор. У нас будет белое. XLF – финансовый сектор. Будет голубенькая. XBI. Это у нас биотех. Также мы сюда включим XRT – retail потребление. Так, и последнее будет, скорее всего, XLE. Энергетический сектор. Хотя, вы знаете, он менее интересен, я, скорее всего, будем вот так вот, XLI. Вот, и основной наш график сделаем не Dow Jones, а биотехнологический сектор. Значит, что у нас здесь есть? Мы сейчас видим с вами все лидирующие сектора, и как они себя показывают по отношению друг к другу. По отношению, вот, к сектору здравоохранения. Так, он нам менее нужен, на самом деле. Да, вот у нас разные сектора. Вот этот у нас сектор коммунальных услуг. И что мы здесь видим с вами? Что у нас финансовый сектор резкочил в начале декабря, и себя начинает чувствовать достаточно хорошо. Это значит, что мы ставим плюсик к тому, что этот сектор достаточно хорошо. Так, у нас очень маленькие графики, извините. Вот, на протяжении полгода мы с вами рассмотрим вот эти сектора. О, совсем другая картинка вырисовывается. Как вы видите, самый шпарящий и растущий сектор, это у нас сектор XBI, это у нас биотех. Значит, лучше всего у нас показывает себя биотех. Но вот здесь вот XLF, финансовая сфера, смотрите, какой красивый график показала. На первом месте сейчас из всей экономики лидируют финансовые услуги. Можете себе представить? Лучше всего вообще исторически на протяжении полгода лучше всего себя чувствуют банки, фонды и страховые компании. На втором месте, ну, наверное, скорее всего, на первом месте это биотех. На втором месте финансовые сервисы. На третьем месте это у нас технологический сектор. Вот XLK. Видите, в белом это у нас технологический сектор. Поэтому здесь мы видим, что вот эти три индустрии, три сектора, извините, они лучше всего себя показывают. И смотрите, как ни странно, XLI, они также хорошо себя показывают. Они уже вот на втором месте после технологического сектора. Что мы здесь еще с вами видим? Я очень люблю вот это вот использовать для... Для того, чтобы смотреть, какая индустрия недооцененная. Вот в начале ноября, как мы видим, XRT это у нас ритейл, ритейл сектор. И по отношению к другим секторам мы видим, насколько сильно отставало. Все шло в рост, один ритейл падал. С этого момента мы с начала ноября смотрели за такими компаниями, как Walmart и Kmart. Потому что это два ритейл-гиганта в Соединенных Штатах. И почему-то у них дела были очень плохи. Но они в таком боковом диапазоне были на самом деле. Сейчас, если сделать чуть побольше график. Видите, все это время нисходящий такой боковой тренд. Вы можете открыть график любого ритейл-продавца и увидеть ту же самую картину. И именно тогда, когда мы начали следить за этим сектором, потому что мы знали вот эти сектора в верхнем диапазоне. И в них надо инвестировать обязательно, потому что они лучше всего растут. Но также мы смотрели с инвестиционной точки зрения цена-качество, то есть цена-выгода. Мы видели, что эти бумаги сильно недооценены. Мы знали, что любой ритейл-магазин с легкостью может перейти на интернет-продажи и чувствовать себя хорошо, потому что это уже мощный бренд, это уже поставка товаров отложена, все разработано, все хорошо, грамотно поставлено. И перейти на интернет, то все, что надо, это нанять правильную команду. И поэтому мы начали смотреть. И вот до сих пор есть большое движение, чтобы догнать остальные сектора. И мы будем ожидать дальнейшем рост, поэтому я вам и назвал, как самые интересные бумаги, это XLK, XLF, финансовый сектор, и XBI, это биотех. Но также добавьте себя XRT, как четвертый сектор, за которым надо следить, и за чьими компаниями, если они будут показывать хороший рост, стоит инвестировать, потому что они недооценены. Вот этот график показывает нам о том, что именно эти компании ритейл-сектора, они не получают оценку. И тем самым вы можете взять вот здесь вот comparisons, вставлять любой ETF, который вам интересен. Вы можете найти все эти ETF-посылки, которые я вам прислал, или обратиться ко мне. Я вам дам расширенный список ETF-ов, в зависимости от того, какие у вас интересы. Я думаю, вот на данный момент вот эти вот сектора, они вам вполне хватит. Если вы будете следить за этими ETF-фондами, то вы будете иметь прекрасное представление, что происходит с тем или иным сектором США. Также вы сможете себе удачно подобрать ETF для инвестиций в дальнейшем. Вот, давайте с вами дальше будем двигаться. Что у нас по плану? О, замечательно. И сейчас мы перейдем в такой более технический момент, где мы с вами будем описывать различные показатели, которые у нас есть на финвизе. Значит, знаете, давайте на сегодня это оставим на завтра, потому что это довольно-таки долгий материал. У меня здесь есть несколько моментов, таких важных, которые я хотел с вами обсудить. И хотел бы, чтобы вы тоже были свеженькими, чтобы вы могли мне задавать вопросы, потому что это будет... Сейчас я вам покажу, что мы будем делать. Мы с вами выбираем акцию. Удачно выбрали. Почему я вас просил, чтобы у вас была какая-то компания, чтобы мы с вами могли разобрать вот это вот все. Вот это вот все, почему это такое, как оно читается, и что с этим делать дальше. Вот. Значит, смотрите. Хотел вам показать очень быстрый момент, прежде чем как мы заканчиваем, где вообще находить от первого лица информацию по компании. Помните, мы вам говорили, что мы инвестируем в рынок США, потому что это самый надежный рынок, где больше всего государство вмешивается в то, чтобы ваши права, как инвестор, были учтены. Значит, этот сайт называется sec.gov. Это финансовый регулятор Соединенных Штатов, и они здесь хранят информацию по всем компаниям, которые вам могут быть нужны. Значит, что мы здесь можем найти? Мы здесь можем найти любые доклады, которые компания сдает на просмотр. Вот здесь вот можно по названию компании посмотреть. Извините, первую кнопку, которую я нажал, это вот здесь вот видите, поиск есть. Поиск есть. И здесь снизу есть слово Company Filings. Company Filings – это значит отчеты компании. Доклады компании. И зная тикер нашей компании, вот здесь вот слово ticker or C-I-K, C-I-K, мы с вами вбиваем туда тикер, например, например Netflix. Ой, не так вписал. Вот, это компания Netflix. Вот здесь вот сразу мы видим название компании, их C-I-K номер, описание компании, чем они занимаются, где они находятся, с какого числа компания начинает документы подавать, где их почтовый адрес, где сам офис находится и так далее. Что мы здесь с вами видим? Во-первых, мы здесь видим форма отчета. Мы сегодня не будем это все разбирать, но каждый из этих кодов означает свой собственный отчет, они публикуются в определенные числа. То есть здесь вы это все можете увидеть вот в таком вот формате. Сейчас я вам покажу. Вот в таком вот формате. Здесь все их отчеты финансовые в различных формах. Баланс и так далее. Такую же информацию без столько многих кликов можно найти, используя Finviz. Вот мы с вами выбираем... Давайте Alibaba. Мне просто очень нравится эта компания. Я лично ими пользуюсь. Они сейчас испытывают отличный просто возврат к уровню сопротивления. И я очень подумываю над тем, чтобы войти в эту компанию. Сейчас еще пару дней мы покажем нормального роста. Но все, что я вам хотел показать, вы можете взять, нажать вот здесь слово Statements. Это их отчеты финансовые. И посмотреть вот так вот. Все очень удобно. Эта информация прям с сайта SEC. Мы с вами можем посмотреть их отчеты. Начиная с правого, это самые давние. И ближе к левому краю, это самые наши новые. Это доход за квартал. Это квартал, чтобы вы знали. Все эти информации публикуются в кварталах. Доход квартала. И все остальные другие финансовые данные. Мы более подробно и детально, наверное, завтрашнее время на это все потратим. Это очень важно знать. И я хочу вам сказать, что это не сложно совсем. Если вы можете пользоваться компьютером успешно, если вы можете проверять свою почту успешно, то вы сможете понять и привыкнуть, как пользоваться финансовые отчеты компании. Это мы все вам расскажем и научим вас, как делать. Вот. Давайте сейчас будем отвечать на любые ваши вопросы. Вы мне сейчас, пожалуйста, Денис, задайте, если они у вас существуют. К завтрашнему дню я вас попрошу найти одну-две компании, которые вам просто интересны. Просто вам интересны. Мы с вами их разберем, проанализируем, хорошая ли эта инвестиция будет в будущем. И дальше будем вот такой достаточно важный материал с вами проходить. Это как читать финансовые отчеты компании и как использовать финвиз получше и более грамотнее. Вот. Если вопросов больше нет на сегодня, Денис, я вас благодарю за внимание. Спасибо всем участникам из дома. Так, вроде вопросов нет. На практике возьмите? Да, замечательно. Тогда больше всего и возникает. Скажите, пожалуйста, Денис, вы на каком, у какого брокера торгуете? Вы сейчас торгуете или пока просто себе базу настраиваете? И вам спасибо. Демо, это очень хорошо. У какого брокера? Я просто хочу узнать, у нас с вами будет возможность выставлять дивидендные портфели или же ваш брокер форексный и он вам позволяет торговать только с фд-контрактами. О, профит. Хороший брокер. Трейдер 4. Ну, круто, круто. У меня тоже в профите есть счет открыт. Я тоже через них торгую. Отлично, тогда будем что-нибудь выбирать из инструментария. Там есть небольшой, но есть список CFD-контрактов, который нам позволит для наших нужд выполнить все нужные действия. Вот. Ну, ладно тогда, Денис, я с вами прощаюсь. Давайте еще раз с вами поблагодарю вас за то, что вы присутствовали на сегодняшнем уроке. Надеюсь, вам все понравилось. Если есть какие-то предложения на будущее, то, пожалуйста, мы открыты, всегда готовы сделать наш сервис лучше.